А родителям выпускников Тверской области выпала возможность снова вернуться за школьные парты. Уже в восьмой раз в школах Верхневолжья прошла акция «Сдаём вместе!» – день сдачи его родителями. В этот раз экзаменуемые написали тест по истории. С участниками акции пообщалась Наталья Чекет. Всероссийская акция проходит не первый раз. Каждый год предмет, по которому пишется экзамен, меняется. В 2022-м это была математика, в прошлом году русский язык. А в этом родителям предстояло вспомнить историю. В ходе акции мы всегда демонстрируем, как пройти в пункт проведения экзамена, что нужно не забыть. Как осуществляется проход через рамку, как осуществляется видеонаблюдение, что можно пронести с собой в пункт проведения экзамена, как проходит инструктаж. Родители смогли полностью окунуться в атмосферу экзамена. Весь процесс им воссоздали детально. Сначала участников ждала проверка металлоискателем, регистрация по паспорту и инструктаж. Затем участники акции расселись по местам, заполнили бланки и приступили к выполнению работы. Напоминаем основные правила для выполнения бланков ответов. При выполнении задания внимательно читайте инструкции к заданиям, указанным у вас в Киеве. Обычный вариант по истории содержит 21 задание и разделяется на две части. В первой требуется краткий ответ на вопрос, а во второй нужно составить развернутый. Но для родителей подготовили упрощенный тест. Традиционно на решение полноценного экзамена по истории отводится 3,5 часа. Родители свое решали всего час. Я себя ощущала сегодня выпускником школы и понимаю, что нужно сосредоточиться, все получится. Конечно, трудно к этому подготовиться заранее правильно, но я думаю, что и педагоги, и наше министерство региональное, и родители, предприняв все усилия, приготовят наших детей к успешной сдаче выпускного экзамена. Сильнее всего всегда переживают родители и учителя. Дети, как правило, они просто попадают под эту волну, давление, да, и из-за этого они сильнее переживают. Сам экзамен, как правило, их не так сильно беспокоит. И я думаю, что такая возможность, это потрясающе, потому что родители могут сами сидеть, повыводить буковки, как написано, как надо. То есть, я думаю, хорошая практика. В этот раз участие в акции приняли не только родители выпускников, но и представители регионального правительства. Вопросы были очень интересные и актуальные, да, в том числе связанные с современной историей нашего Отечества, да, проведением специальной военной операции. Мне кажется, это очень правильно для того, чтобы дети знали не только ту историю, которая была много веков назад, но и вот сегодняшнее, недавнее прошлое. И вспоминали тех, и знали тех героев, которые отдали свои жизни за нашу Родину. Акция прошла не только в региональном центре, но также в Калязинском, Кисовогорском, Конаковском, Кувшиновском, Максатихинском, Оленинском, Санковском и Спировском муниципальных округах. До конца марта акция пройдет во всех муниципальных образованиях региона.